Большой скандал в России. Кадыровцы изнасиловали журналистку телеканала НТВ. Соловьёв угрожает Илану Маску. И надо с ними разбираться серьёзно, с этой космической группировкой, и вообще со всем бизнесом. И как можно министаристы Илона Маска. А Лукашенко стал королём Зимбабве. Александра Лукашенко! Это горячие новости, всё самое важное в одном дайджесте. В России большой скандал. Кадыровцы изнасиловали журналистку и избили оператора российского пропагандистского телеканала НТВ. Об этом сообщают телеграм-каналы. Инцидент произошёл во временно оккупированном Мелитополе. Съёмочная группа приехала в Запорожскую область для освещения так называемой специальной военной операции. Вечером в ресторане отеля на них напали расисты в камуфляже, которые представились бойцами батальона «Ахмат». В результате у оператора травмы средней тяжести, а журналистка изнасилована. Соответствующее письмо об инциденте уже появилось в сети. Пострадавшие обратились в военную комендатуру. И что вы думаете, им отказали в открытии уголовного дела? А что здесь такого? У расистов изнасилование – это национальная традиция. Соловьёв поднимает ставки. Кремлёвский слуга заговорил о новом противнике. Дорогу ему перешёл Илон Маск. Они работают на том же самом Илоне Маске, который давно уже стал милитаристом и, в принципе, является военным преступником. Ну, объективно, если говорить, потому что та технология и те спутники, которые предоставляют, и те терминалы, сейчас используются для создания атакующих беспилотников. Военные преступники – это вы, поэтому разберитесь с собой, прежде чем исправлять других. И надо с ними разбираться серьёзно, с этой космической группировкой и вообще со всем бизнесом милитариста Илона Маска. Как думаете, Маск испугался Соловьёва? Наверное, коленки задрожали. Будете валяться на помойке. С такой мотивирующей речью выступил перед российскими школьниками депутат городской думы Роман Вереин. СМИ информируют, что в Рязанской области в Касимове провели урок профориентации, на который пригласили учеников 9-11 классов. Вероятно, дети слушали не сильно внимательно, и депутат решил рассказать им про будущее. «Три дня не жажда сидел когда-нибудь? Без копейки денег неделю конферен? Нормально. Когда через некоторое время кто-то из вас окажется под экономическим предусом, на днище социальной жизни будет валяться на помойке, стреляй в кухло, прыщи на улицах. Я изъясняюсь. Понятно? Не говорите, что мы вас не собирали, не предупреждали и не ориентировали. Ясно?» Вот такое выступление дети слушали с восторгом и даже поддержали спикера аплодисментами. Наверное, такие перспективы им понравились. Горячий приём. Картофельный царь Лукашенко прибыл с официальным визитом в Зимбабве. Сразу в аэропорту ему устроили гостеприимную встречу. На шею надели бусы из цветов, продемонстрировали зажигательные танцы и даже спели песни в честь диктатора. Он широко улыбался. Наверное, ещё никто перед ним так не выплясывал. Александра, Лукашенко, пей! СМИ информируют, что в африканскую страну Лукашенко приехал, чтобы усилить экономическое сотрудничество. УСЭТ и планируют поставлять туда сельскохозяйственную технику. Как можно такое говорить, а тем более верить в это? Начальник радиационной, химической и биологической защиты ВСРФ Кириллов заявил об инфекционных экспериментах США на украинцах. Эксперименты связаны с фич-инфекцией, которые проводились с американскими специалистами на территории Украины с 2019 года. Список подопытных уже не удивляет. Не только пациенты с высокой степенью риска заражения, осуждённые наркоманы, но и представители вооружённых сил Украины. Ну и как без наркотиков? Сведения о многочисленных фактах применения украинских военнослужащих, психостимуляторов и наркотических препаратов, метадона, феноминов. Выявлены факты контрабандной доставки морфина в районное выполнение боевых задач. Мы вашу тактику давно знаем. Делайте вы, а по телевизору рассказывайте, что это кто-то. Почему же не признайтесь, что это ваши оккупанты под наркотой воюют? Ваших воинов же только под кайфом можно заставить идти насмерть. Америка – страна террорист. Именно с такими лозунгами в Москве школьники встретили нового посла США Лин Трейси. Война! Визус США! Война! Визус США! Российские телеграм-каналы признаются, что подростков с плакатами к Министерству иностранных дел согнали. Они даже не понимали, зачем. Госпожа посол на провокацию не отреагировала. Достаточно иронично со стороны террористического государства называть своим заслуженным именем страну, которая борется против ее преступлений. Не удастся переложить свои зверства на других. Не удастся. О, кажется, Соловьева подсиживает достойный конкурент. Белорусский пропагандист Озаренок умеет пениться не хуже русских языков. Этот выступал с речью об исламе, но казалось, что прежде всего лукашенковский слуга пытался представить весь свой запас ругательных слов. Противно слушать. Нагадить он умеет, но знает ли, что Беларусь вообще-то расположена в Европе? А мы говорим «Джихад против Европы!» И сегодня православные говорят «Бог велик! Аллах Акбар!» Главное, чтобы Соловьев этого не увидел, потому что будет устраивать еще более глупые спектакли, чтобы его не переплюнули окончательно. Чего-чего, а вот мозгов у русских воинов нет совсем. Военнослужащий РФ из Северной Осетии Арсен попал в плен. Будто бы. Орки ради развлечения сымитировали его прощание с родными и расстрел. В октябре отправили в Херсонскую область, после чего я провел там боевые действия. Камеру смотри, еб**ь, чтоб тебя видели тут. Был отправлен в Бахмут с сотрудниками ЧВК «Вагнер». И вот сейчас я попался. Я хочу попрощаться со всеми своими друзьями и знакомыми. Всем прощать. Видео распространилось в сети, а потом выяснилось, что эту сценку разыграли расисты, чтобы родные Арсена переживали. Расстреливать его собирался товарищ. О позоре сказал не зря. Все же орки знают, кто они такие на самом деле. Впоследствии появилось видео с извинениями. Хотел бы извиниться за предыдущий ролик. Он был снят в цели розыгрыша девушки. Но, к сожалению, видео вышло из-под контроля и распространилось. Это все было неправда. Мы пошутили. Что же ты родственников своих так разочаровал? Они уже обрадовались, что деньги и машину за тебя получат. Пока на фронте орки клеят дураков, российские пропагандисты не прекращают прославлять вагнеровцев. Более целесообразно, пожалуй, сказать, обожествляют. Кажется, зэки скоро будут смотреть на них из икон. За это топит философ Дугин. Вы только послушайте. Это Вагнер, это русские партизаны, это русские казаки. Это гвардейцы настоящие, на которые просто лучше. Причем лучше и скромно. И ребята из Вагнера, это дух, который оживляет все наше общество. Это камертон, это русские воины, это русская сила. Их победы, это победы, которые имеют другую, что ли, размерность, другую цену. Вагнер это такая прививка настоящей войны. Какое там может быть общество, если им навязывают, что серийные убийцы, насильники, маньяки, это люди, на которых нужно равняться. Скоро Россия станет сплошной тюрьмой, в которой будут рожать и воспитывать зэков-убийц. Они говорят, мы убиваем для победы, для России. К этому принципу вообще не надо, кажется, распространять на наше общество. Должна быть вагнеризация России. Это надо максимально культивировать. Это и искусство, и талант, и мужество делать так, как они делают. Этого дядю случайно не кусал бешеный Вагнеровец? Если он так увлекается ими, почему же он еще не стал вредой фантастического сброда Вагнера? Путин так увлекся своей безумной войной и освобождением, что даже не заметил, как его начали кусать его любимые пенсионеры. Это ему нужны Луганск и Донецк, а им, оказывается, нет. Бедная Россия оплачивает всех, но только не своих пенсионеров. Скажите мне, с какой стати Луганск и Донецк получают нашу пенсию? Российскую. Мне это непонятно. Мне ни одной подачки не было. С женщиной немедленно нужно воспитательную работу провести. Это что, она своего диктатора только за деньги любит?